Давайте откроем нашу Библию. Книга пророка Малахи. Читая по порядку Библию, я пришел по очереди к этому пророку. Настолько взволновала меня эта книга, что я хотел бы, по милости Божьей, поделиться теми мыслями, которые Господь положил мне на сердце. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь. Может быть, некоторые верующие себе делают разницу в своей жизни. Старый Завет, это Старый Завет, он не очень важен, он такой, ну, может быть, не совсем интересный. Это Старый Завет, мы верующие, которые живем под благодатью, живем в Новом Завете, нам ближе как-то Евангелие, послание апостолов. А вот Старый Завет, ну, это как нечто отжившее. Нет, братья и сестры? Евангелие Иисуса Христа повествует нам о том, что все то, что происходило раньше, это были образы для нас, для нас, живущих сейчас. И чтобы мы, смотря на эти образы, могли или подражать им, или наоборот, не быть похожими на тех отрицательных героев Писания, которые в полноте открывает нам Святой Дух. И вот это заявление, которое делает Бог, делает Бог в следующих словах, я возлюбил вас. И вот когда мы начнем читать следующий стих, сказано о том, что я возлюбил Иакова. Получается, что Бог возлюбил только одного Иакова. А вот Исава взял и возненавидел. И что если Он Бог, то только Он знает по суверенной Его воле, неизвестной никому больше, только Ему. Почему Он так сделал? Почему Он Иакова возлюбил, а Исава взял и возненавидел? Вот так, наверное, бросил жеребий. И вот Иаков выпал Ему, чтобы возлюбить, а вот Исава выпал Ему, чтобы Его взять и возненавидеть. В сущности, в природе Бога нет ненависти, как таковой к человеку, потому что человек – это творение Божие. И даже если оно потеряло славу Божию, это творение, если в Адаме все согрешили, то все равно любовь Бога распространяется на весь мир. В каком плане? Она делится по-разному, но на весь мир она распространяется, для того, чтобы и грешник, и праведник могли существовать в этом мире, на этой земле, планете Земля. Богу нужно солнце, нам оно нужно, не Богу. Нам нужен воздух, нам нужен дождь, нам нужны все условия, нам нужен климат земной, чтобы нам просто жить здесь. И Бог посылает дождь на кого? И на праведных, и на неправедных. Он посылает дождь и на добрых, и на злых. То есть в этом плане Божья любовь, она распределяется людям одинаково. Бог не делает разницы. Но вот отношение, то, которое Бог говорит, я возлюбил вас, это нечто другое, братья и сестры, чем просто отношение в общем Бога к людям, к миру. Бог говорит, что я не просто любил вас, я не перелюбил вас, я возлюбил вас. Это означает начатое и законченное действие. Я однажды это сделал, положил в своем сердце. Возлюбить вас. Но как? Как нам понять смысл, глубину этих слов? Я возлюбил вас. Почему Господь говорит, я возлюбил вас, и здесь же говорит, я возлюбил Якова? Да потому что в Якове олицетворяется весь Израиль, которого возлюбил Бог в лице Авраама, Исаака, Якова. Бог в лице Якова возлюбил весь народ. Но это не означает, друзья, что все в этом народе, в народе израильском, люди жили святой, праведной, богоугодной жизнью. И вот как раз против тех людей, которые отступали от Бога, Бог вставал в оппозицию. Бог отбирал свои благословения у них. Хотя в своем завете любви Бог оставался и остается всегда верным. Почему? Потому что, если мы только перевернем одну страницу этого пророка, посмотрите, 3 глава, 6 текст. Посмотрите, что говорит Бог. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». То, что обещает Бог, Он всегда исполняет. И если Он вступает с кем-то в определенный завет, в этом завете Бог остается всегда верным. Почему? Потому что в природе Бога, в сущности Его, в Его свойствах, в Его нравственной характеристике нет неверности. Бог всегда остается. Неверность, нарушение завета проявляется только со стороны человека. Когда человек отступает от Бога, нарушая с Ним, разрывая с Ним этот союз, вот происходит расторжение отношений. И когда Господь говорит, что «Я возлюбил вас», это не Малахия говорит. Это Господь через Малахию говорит эти слова «Я вас возлюбил». Братья и сестры, заметьте, что инициатива любви, она произошла не от человека. Она произошла от Бога. Чтобы протянуть руку общения, любви и мира, потерянному человечеству в Адаме, Бог делает это. И для того, чтобы Христос пришел в этот мир, нужна была определенная линия, родословная линия праведных, святых, благочестивых людей, род праведных должен был сохраняться Богом, чтобы через этот род праведных людей пришел Христос. И Бог, как зеницу и око, наблюдал за этим, берег это. Ход истории. Друзья мои, эта инициатива, она произошла от Господа, инициатива любви. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст, «Ибо так возлюбил Бог мир». Не человек возлюбил Бога. И подтверждение этой мысли, посмотрите, Евангелие, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава. Этот апостол Иоанн, ученик Христа, говорит в 9-10 тексте, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И теперь смотрит Бог на возлюбленную часть человечества только через отношение к Его Сыну, Иисусу Христу, в Котором Он этих людей возлюбил. И тот человек, который пренебрегает Иисусом Христом, пренебрегает жертвой Христа, пренебрегает благодатью Божией, этот человек, он окажется в категории людей, которые мы читаем в книге «Пророки Малахи». Это коллективный, как бы сказать, такой образ. Исава и Иакова, 4 текст, И Господь говорит, Он попадает в число этих людей на род, конец 4 текста, на который Господь прогневался навсегда. Братья и сестры, я понимаю, что это очень щекотливая, сложная, богословская тема. Я не богослов. Нет. Но то, что открывает нам Божье Слово. Мы хотели бы, чтобы Бог помог нам это понять, эту истину Писания, что только во Христе Господь возлюбил нас и одарил нас всяким духовным благословением на небесах. Бог заключает с людьми завет. Вот один из заветов, их было очень много. Но мы говорим, что есть старый завет и есть новый завет. Вот, например, один из заветов, но это не есть старый завет, просто один из заветов, который заключил Бог с человечеством, это то, о чем пропел брат. Это радуга, которая была на небе. Это был завет Бога с людьми, который свидетельствовал о том, что мир больше никогда не будет потоплен водой. Это был завет Бога с людьми. Но это не старый завет. Старый завет, смысл его заключался в следующем. Он был заключен Богом с людьми. Как? И на это нам ответ дает Божье Слово. Давайте мы откроем послание евреям 9 главу и мы посмотрим, как происходило заключение этого завета Бога с людьми в Старом Завете. И почему он называется Старый? 9 глава. Посмотрите. 19 и 20 текст. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал нам Бог. Этот завет, который заключался в законе Моисея, был заключен Богом с людьми, с народом израильским. И Бог очень рассчитывал на то, что люди станут послушны этому завету, что люди станут верными в этом завете. Бог очень на это рассчитывал. Друзья, ну когда мы посмотрим историю, историю жизни, движения израильского народа, мы посмотрим, что это было далеко не так. Были люди, которые всегда, всегда боялись Бога. Были люди, которые всегда благоговели пред Богом. Книга пророка Малахи открывает нам эту разницу между людьми в Божьем народе, друзья, в израильском народе, которые Бога боялись и которые Бога не боялись. Людьми, которые благоговели пред Богом и которые не благоговели пред Ним. Библия нам открывает, Бог открывает эту разницу. И этот завет, друзья, Господь учредил через кровь. Это был кровный завет. Но это был старый завет. И человек, который верою, движим был в своей жизни, он спасался. спасался верою. Праведной верой будет жив. От исполнения этого завета, этих заповедей, которые Господь дал Моисею, через Моисея всему, человек жил был, спасался. Но были люди, которые не прикладывали усилий для того, чтобы исполнять это. Поэтому этот союз любви, он, конечно, был скреплен кровью. Но пришло время, друзья, когда, когда наступило время, мы говорим, нового завета. И вот это происходило, когда Христос разговаривал или беседовал со своими учениками. Вы помните, когда мы открываем Евангелие от Луки? Евангелие от Луки, когда мы открываем 22 главу. Посмотрите, 20 текст. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот оно осуществление Богом этой идеи о спасении человека во Христе. Бог заключает с людьми новый завет, завет крови. Но теперь этой жертвой становятся не ягнята и козлята. Этой жертвой не животные становятся, этой жертвой становится Божий Сын. Бог делает это возможным, когда пришла полнота времени. И когда мы посмотрим на себя, лично на себя каждый, мы думаем, Господи, почему я здесь? Почему сегодня я нахожусь в числе возлюбленных Тобой? Чем я лучше моего соседа, моего родственника, который не знает Тебя? Чем я лучше, Господи, всех людей, которые сейчас за пределами этого здания идут, едут куда-то у них в своей жизни неверующие, нечестивые, безбожные. Чем я лучше, Господь, что Ты обратил на меня внимание, что Ты называешь сегодня, я возлюбил Тебя, возлюбил Вас, я возлюбил церковь свою. Господь, чем? Давайте посмотрим на себя, друзья, нас не за что любить, просто нужно было уничтожить и все. за наши грехи, за наши преступления, за нашу жизнь. Нас просто нужно было уничтожить, что делает Бог. Он говорит, я возлюбил Тебя во Христе. И вот как раз ответ на эту Божью любовь с нашей стороны, это было наше смирение, наше сокрушение пред Богом. И как результат сегодня принятие Христа в свое сердце как Господа. И теперь мы возлюблены им во Христе. Поэтому, друзья, Господь не просто сказал это. Это не простые заявления, что я люблю вас, я возлюбил вас. Когда Бог говорит, что я это сделал, Он обязательно доказывает это. И мы все знаем прекрасно этот текст послания римлянам в 5 главе 8 текст. Павел говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Братья и сестры, когда мы посмотрим на жизнь израильского народа, на историю, как происходило, мы говорим избрание израильского народа. Давайте мы откроем книгу пророка Езекииля. 16 глава книга пророка Езекииля. Посмотрите, Господь говорит, «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его. И скажи, так говорит Господь, Бог щели Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя хитиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе в кровях твоих живи. Так я сказал тебе в кровях твоих живи, умножил тебя как полевые растения, ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты. поднялись груди и волоса у тебя выросли, но ты была нагой не покрыта и проходил я мимо тебя и увидел и вот это было время твое время любви и простер я воскрыли рис моих на тебя и покрыл ноготу твою и поклялся тебе и вступил в союз с тобой говорит Господь Бог и ты стала моей. Многие люди возможно читают Писание просто как букву и воспринимают все происходящее что так и было братья и сестры Евангелие нам нужно воспринимать в духе потому что буква она не животворит она убивает дух животворит и многие образы которые представлены в Писании Господь открывает для нас как духовными глазами мы должны на это посмотреть вот это было время любви что происходит молодые люди когда приходит время любви что происходит приходит молодой парень протягивает руку девушки и говорит я тебя люблю чего он ожидает в это время когда он делает подобное заявление что он ожидает в это время Он ожидает взаимности. Он ожидает напротянутое внимание, напротянутое сердце. Он ожидает взаимности, не больше. И когда вот эта взаимность приходит, тогда мы видим здесь молодых людей и говорим, начинается рождение новой семьи. Почему? Это время любви. Это время, друзья, когда все внимание, этого молодого человека, сосредоточено на этой личности. И больше все сидят здесь вокруг, но она единственная, и больше никто его не интересует. Если это так в жизни нашей, по отношению к нашему Богу, когда Он возлюбил нас и ожидая от нас взаимности, мы протянули к Нему руки наши, сердце наше, и сказали, Господь, вот я. Господь оставил одну заповедь. Она одна из десяти. Но стоит первой. Главной. Возлюби твоего Господа. То есть, сделай то, что Бог сделал тебе. Он тебя возлюбил, теперь сделай со своей стороны. Возлюбил ты. Возлюби ты Его. И когда Господь протягивает эту руку человеку, Он ожидает всегда взаимности. Когда мы читаем шестой текст этой главы книги пророка Малахии, следующее, на что обращает Господь мысль своего народа, это на то, кем Он является, наш Бог, для нас лично. Или кем Он должен являться для нас лично. Почтение. Господь говорит о почтении. И в пример, как относиться людям, мы должны к Нему, к Богу. Господь берет простые земные отношения отца и сына. И Он говорит, что это просто естественно, если сын почитает своего отца. Это нормально, это природно. Это просто естественно. Это так должно быть. И есть причины, почему ребенок, почему дочь или сын должны почитать отца или мать. И когда мы читаем книгу притчи, 23 главу, в 22 тексте сказано, слушай, сын мой отца своего, почему? Потому что он родил тебя. Если нет у тебя, сын, больше других причин, почему почитать твоего отца, и если он не заслуживает больше ни почитания, ни уважения, ни любви, то хотя бы делай это потому, что он родил тебя. И этого требует Господь. И когда мы читаем заповедь с обетованием, послание Ефесянам, 6 глава, начитается первым текстом, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Справедливость в Божьих глазах. Тогда торжествует, когда дети отдают должное тем, от кого они практически во всем зависимы. И когда сын видит заботу отца, он ее даже и не знал, когда уже отец проявлял эту заботу. Внимание, свою любовь отдавал все ребенку своему, и когда он подрастает, он начинает ощущать, и происходит уже, уже это общение происходит на духовном, на душевном уровне между сыном и отцом. Мы иногда говорим на взрослом уровне. Сын чтит отца. Это нормально. То же происходит в отношениях раба и господина. И настоящий и будущий раба зависело во многом, друзья, от его отношения к его господину, потому что этот господин мог все что угодно сделать с этим рабом. И если он видел, что этот раб смиренный, трудолюбивый, неленивый, что этот раб уважает его, рабу было хорошо. И вот когда Господь обращает внимание своего народа на почтение, братья и сестры, что это такое почтение? А если это очень просто сказать, это про отношения с глубоким-глубоким уважением. Вот то, чего ожидал Господь от своего народа. Глубокого отношения, уважения к нему. И он говорит, если сын чтит отца, и если раб чтит господина своего, то если вы называете меня своим отцом, то я хотел бы, чтобы с вашей стороны я видел это почтение. Братья и сестры, почтение – это не какая-то жестикуляция, знаете. Это не какие-то формы тела. Нет. Это жизнь моя, дела мои. Они свидетельствуют о том, почитаю я Бога или нет. Почему? Потому что, если мы спрашиваем человека, как твои дела? Он говорит, хорошо, слава Богу. А мы полностью даем отчет, то, что мы сказали. Все ли мои дела в жизни, которые я делаю, слава Богу? Все ли мои дела прославляют Бога? Или нет? И Бог хотел бы, чтобы моя жизнь была уважением, почтением к Нему. Потому что, если он Бог и заслуживает пристального внимания с моей стороны к Нему, почему? Он возлюбил меня. Он отдал своего Сына за меня. Этим, даже этим только, если больше ничем, даже этим, Он заслужил самого глубокого уважения моего к Нему и моей любви к Нему. И тогда, если что-то Он говорит, я должен в смирении, и с трепетом страхи перед тем, что говорит Бог, сказать, Господи, говори, ибо слышит раб Твой, какова Твоя воля? Что Ты хочешь от меня? Я готов это сделать. Друзья мои, сын чтит Отца. Если мы сыновья и дочеря у Господа, если Бог наш Отец, проявляется ли сегодня это почтение с нашей стороны к Богу? В чем оно выражается? Потому что иногда вместо почтения может быть непочтение. И вместо славы, которую должен получать от нас Господь, у нас в жизни происходит бесславие имени Христа. Точно так, как это происходило в народе израильском. И кто-то скажет мне, что книга пророка Малахи, она написана только Израилю, и, больше того, она написана только священникам, которые своей жизнью бесславили имя Бога, и этим оно хулилось у народов, которые окружали их. Друзья, это не так. Потому что, если мы откроем только первое послание Петра, вот этот Новый Завет, то в этом Завете апостол Петр говорит во второй главе, девятым текстом, новый род избранный, царственное священство, народ святые, люди взятые в удел, дабы возвещать. Вот это кто, к чему призвал Бог народ израильский? Чтобы они жизнью своей возвещали, что с ними Бог. Чтобы они жизнью своей могли понести этот свет окружающим людям. Вот то же самое сегодня ложится задача на нас, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Доказательством прощения в Старом Завете была жертва, точнее, кровь этой жертвы. Но на этом жертвеннике, братья и сестры, приносилась не только жертва за грех. На этом жертвеннике приносились жертвы всесожжения, на этом жертвеннике приносились жертвы мирные, жертвы благодарности, жертвы по усердию и так далее. На этом жертвеннике приносилось очень много других жертв, не только жертва за грех. Жертвой за грех стал Христос. Но это не означает, что мы теперь лишены жертвенника, которому дал Бог на возможность подойти, чтобы на этом жертвеннике приносить Богу жертвы, как и эти жертвы, это духовные жертвы. Мы не имеем дела с животными, мы имеем дело с духовными жертвами в нашей жизни. Но вот эти духовные жертвы, они делятся надвое. Эти жертвы могут быть или Богу угодные, или же Богу не угодные. И Бог желает, чтобы эти жертвы, которые мы приносим на этом жертвеннике, они были Господу угодны. А Бог дал нам это право, братья и сестры, приступить к жертвеннику. Евреям 13 глава говорит об этом, о наличии этого жертвенника. Апостол Павел говорит, 10 текст, мы имеем жертвенник. Заметьте, братья и сестры, что в первом послании Петра во 2 главе 5 текстом, апостол Петр говорит, чтобы приносить на этом жертвеннике духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Это то, что имел народ израильский, они имели жертвенник, но к этому жертвеннику не имели права прикасаться, приходить те, которые не были из колена Левия, а тем более из рода Аарона, которые предстояли пред Богом. Суть Нового Завета в том, что Бог дал нам это право, убрав эту завесу, которая разделяла святое от святоих святых, Бог дал нам право приступить к этому жертвеннику и на этом жертвеннике совершать курение Господу. Друзья мои, мы сейчас будем молиться Господу, мы будем дальше рассматривать книгу пророка Малахи, что же происходило в жизни людей, почему Господь говорил им, что они бесславят Его своей жизнью, почему Он говорил им, что их жертв Он не может терпеть, почему Он говорил им, что Он не может быть милостивым к ним, потому что... Вот почему? Вот мы будем рассматривать дальше. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили, что Бог во Христе лично меня возлюбил. Что если Он Бог, если Он мой Отец, то с моей стороны Он заслуживает почтения и благоговения перед этим Богом. И если Он Бог и дал мне право подойти к жертвеннику, то Он ожидает от меня, чтобы эти жертвы были угодны и приятны Ему. Вот как это происходит в нашей жизни, как это было в жизни народа израильского, если Господь позволит, мы посмотрим в следующий раз. А сейчас, рассуждая об отношении Бога ко мне, анализируя мое отношение к Богу, давайте мы предстанем перед этим Господом и помолимся Ему. Аминь. Аминь. Аминь.